а потом пойдем дальше вот такая вот уже черемша 10 мая она пошла в листья кстати в некоторых регионах как украина украины как правильно называют едят говорят листья но у нас листья есть можно но мы их не употребляем то есть мы употребляем только вот этот сам стебель все витамины в стебле находится на дня привет турист 10 мая сегодня у нас ни единого облачка погода теплая жаркая стоит пошел в костюме правда снял себя куртку вспотел аж пока шли в гору сегодня идем вдвоем с джекой джекой джека собирает черемшу домой кстати сегодня ребят засниму для вас небольшой видосик что можно взять из тайги вот весеннее время в летнее там время вот и как можно на этом заработать и сколько можно на этом заработать тайга ребята на кормилица наша она кормит и семью правда кто с ней общается над из природы вот и за счет нашей природы друзья можно неплохо жить так что сейчас попьем по нашей традиции чаечек чаечек сегодня в термосе ребят с лимончиком заварочкой дует небольшой ветерок уже налетает гнус комарики ожили клещи ребят стали вот сейчас вся проблема любого туриста это клещи не нужно ребят их боятся сегодня кстати постараюсь показать народное средство от клещей как можно от них защититься если у вас нету репеллентов берете просто ребят что-нибудь мокрое влажное ложите руку в муравейник и муравьиная кислотой потом натираетесь натираете лицо все открытые участки кожи вот и клещ ребят этого боится чайочек вкусенький ну чё жека набрав собирает жена его сказала домой без колбы не пустит ребятишки то же самое поэтому надо работать в лесу вот у нас друзья уже все все зеленая снега снега уже практически нет местами где-то на северных склонах я думаю в горах он все же он есть в лагах в горах в ложбинах а вот на таких на открытых участках конечно снега у нас уже практически нету да можно сказать нет уже медунка пошла друзья можно заготавливать в час самое время заготавливать вот такую вот такое вот растение медунка для сибирской чистки организма то есть ее запаривают также в термосе можно вместе с чагой запаривать как чай у нас ее полным-полно вот она та самая прекрасная медуночка полным-полно друзья у нас ее хватает в сибири можно заготавливать таежный чай витамины вот она ребят смородинка пошла сейчас наломаем верхние и берем обязательно друзья верхние вот эти почки вот эти вот самые можно стебли если их заготавливать домой ножницами нарезаешь и высушивать потом но а сейчас для себя вот так вот и пока у нас там термосе еще остался с лимоном чай мы сейчас внутрь кинем одну веточку смородинки и будет вкусно и полезно окрутили пока горяченько одну веточку раз закручиваем сейчас она настоится будет вкусный чайчик такие пучочки но вот такая вот у нас иногда местами встречается в своих местах черемша где влага такая умеренная ну вот такой пучочек примерно у нас продавали весной рублей 40 стоит то есть на колбе на колбе можно неплохо заработать у нас некоторые люди на этом практически и живут если где-то в деревнях работы нет вот только на черемше живут продают ее и зимой стоят на дорогах продают и такими пучками ребят черемшу такие уже будет можно сделать два пучка вот из такого пучочка особенно зимой если под новый год зимой они собирают ее как то есть они заготавливают ее в мешки заготавливают вместе с рубашкой то есть как вам сказать вместе с почти практически вместе с корня набивает ее в мешки и ложат в погреб когда наступает весна либо там в январь месяц февраль-март они ее очищают и она вот такая свеженькая вот маленько снега чуть-чуть в ложбинки уже скоро растает кстати у нас уже на березах уже распустились почки начала потихоньку появляться листва то есть уже березовый сок подходит концу то есть уже сока практически практически сок не бежит можно сказать желательно и под самый корешочек все самые витамины забрать стояги ребята вот этой вкусняшкой какой с нее салатик весенний с майонезом друзья это вообще объедение под любую водочку ребята покатит колбишка под любую настоечку домашнюю кто домашнего еще настоечку свои делу и такая вообще классно вот так вот рубашку с не раз вот так вот получается такой пучочек так помимо черемши ребята я еще собираю пихтовую живицу нахожу такие вот не сильно толстые пихты подоживательно на южных ну на южных склонах на южной стороне смотреть потому что там живицы выделяется больше и у меня есть вот такой вот агрегатик то есть вот видим да я вот иду и собираю то есть это жива бочек из цинка но с пластины с цинковой вырезом и на об трубу загнут бутылка еще из-под парфюмерной воды 0 пяшка ну и вот так вот собираю ребят и не надо мне писать всякие гадости что это вредит ради какой-то живицы вредит это дерево потому что вот они есть давнишние уже порезы видим да ребят и пихта абсолютно здоровая то есть ничего пихте не будет как она живет так она и будет жить она не засыхает вот она ее отдает если ее не собрать то она постепенно будет бежать сама отдавать излишки и вот так вот но это надо набить на набить еще ребят руку конечно чтоб вот так вот быстро собирать нет не прицеливаться то есть видим да ребят вот и пошел вот так вот есть вот местами большие вот такие шишки то есть мы проводим вот она даже еще и брызжет под для сбора надо ребят одевать желательно какие-нибудь старенькие вещи потому что после сбора живицы вот видим она стекает после сбора живицы вещи ребят можно уже выкидывать их отстирать будет очень сложно то есть да и практически они не не отстирываются никакой бензин вам не поможет уже ничего вот данную живицу ее использует ребят при порезах при каких-то ушибах при синяках онкологию даже лечит такая вот полезная ребят живичка ну и цена у нее конечно уже дороже чем у черемши будет черемша вот я вам говорю рублей 35 40 рублей за пучочек но живица трудоемки это конечно процесс вот тоже ребят шишечки смотрите какие у нас ее принимают да и люди для себя заказывают делают мази кое-какие там всякие бальзам чеки она кстати идет при экземах при кожных заболеваниях я уже говорил вот встречается если вот такая вот кто не знает если продолговать некая вот такая шишечка то есть мы вставляем и ведем вот так вот чтоб все внутрь стекло то есть чтоб ничего у нас не упала мимо не брызнула вот если видим если наверху нету то и не стоит туда даже лезть и там из-за двух из-за трех капель лезьте на елку да еще встречается елка что в моих моем случае были такие елки что внизу допустим смолы мало но таких вот шишечек вверх лезешь там смотришь даже допустим там много шишечек и залазишь на самый верх я тут и на залазишь на самый верх там можно вот эту бутылочку полную из пихты собрать он видим сколько уже ребят на натикуло это то есть это вот чисто вот по низу собирать если не лезьте никуда вот на этой уже побольше живите потому что тут постоянно то есть солнце пек стоит и тут ее больше уже видите насколько но бывает встречаются ткнешь а там сухо то есть она уже кора уже ребят сухая то есть она от жары высыхает и веток естественно на ней тоже практически нет как я уже заметили процесс этот небыстрый занимает очень много времени трудоемкий ну и конечно сам сама цена и сам спрос на данную живицу он очень велик вот ну сбор идет время идет конечно поэтому если собирать чисто одну живицу там без черемши если чисто уделить времени пойти вот только за одной живицы это можно набрать конечно намного быстрее и намного больше а так как я хожу еще совмещаю ребята несколько несколько как сказать вещей вам вещей в одно у меня на это уходит ну вот надо попить чай . колбишки маленько пособирал ну колба у меня еще осталось с того раза поэтому сегодня буду уделять времени как можно живицы она и как я уже сказал по цене выше идет больше то есть денег можно заработать если для тех кто не работает допустим это вот сейчас самый сезон такой начался теплый когда сока движение у живицы она идет обильное такое можно собрать ну с 8 если с 8 утра до 5 вечера собирать можно налегке собрать 2 литра ну если конечно еще рука у человека набитая он собирает шустро без отдыха там вот можно набрать больше ну а так так как я сегодня пошел и за черемшой и за живицы я вот ну сколько наберу столько на наберу в конечно мне это не к спеху никто меня не торопит и кстати еще живицу желательно собирать ребят в перчатках и в очках потому что если в брызнет это все в глаза то будет ребят очень это последствия будут неприятные так как глаза потом очень щипет может разведать даже глаза и желательно иметь с собой при сборе живицы и любят подсолнечное масло можно было оттереть руки с одежды снять если вы нечаянно забрызгали ну чайчик у меня настоялся попробуем сейчас вот уже кормарики опять залетали закусали меня напарник мой где-то он там собирает череншу домой я присел маленько чайка попить отдохнуть вечерочек хоть такой прохладники дует освежает маленько тело отгоняет комариков жека уже часть и не вот это практически вся засохшая живица и пихта уже старенькая чё нормально набра ну ты прям там так серьезно занялся тогда ого пол пакета вот сейчас покажем пример вам живой чтобы не показывать ну специально не резать себе руки не наносить какие-то порезы себе сейчас у женьки он порезов много сейчас покажем как не пореза женька работает сварщиком и ожоги у него сейчас примерно покажем как это делается то есть берем какую-нибудь ветошь вот у женьки вот ранки вот такие вот ну по всему телу их у него много мы покажем вам вот здесь вот ожоги ожоги да и вот так вот их замазываем то есть она имеет свойства как убав клея то есть она затягивает выводит всякие бактерии убивает вот вот так вот замазали но раза два-три раза этого будет достаточно чтобы затянула ранку и не осталось никаких следов одновременно с живицы сразу черемшу такую вот у нас толстенькая она сочная скоро правда ее уже можно будет солить когда ломаться начнет это где-то будет середина июля наверное середина июня или июля даже к она ломается ее потом где ломается ту ее берешь и потом уже солить можно вот и черемуха уже листочки дала скоро цвести начнет как начнет вести так мороз ударить такой морозить потому что всегда на черемуху когда цветет тогда холодно становится не знаю почему живет он так в природе заведено видать он так вот мы делаем это у нас в сибири вот берем только вот эти вот эти части батлу то есть обрезаем в принципе ее тоже салаты можно использовать но мы ребят не используем она уже даже местами зацветет наверно скоро бутыль бутоны такие у нее уже появляются кое-где вот жека уже полный пакет практически они практически а полный будут еще обрежутся кое-какая листва это уже потом уже дома наверно женькина жена уже обшинкует так вот и тренировки собой нету вяжем кустиками пакеты завязываем завал и кругом валюшник вот северный склон достаточно еще лежит много снега медведь находил что между до копти как похоже след но он подтаял а тут он где снег только-только сошел колбишка начала проклевываться недавно такая вот меленькая на поляне там уже в листья и тут вот такая интересно ребят смотрите как сувиль вырос он просто огромен то есть получается с двух сторон березы между березы вот такой вот такой вот ребят сувилек аж промеж березы или как это сказать да промеж двух берез она вот почему-то вся в сувилях редко такое тоже встретишь ну вот и первое наш товарищ долго я тебя искал клещи ребят вот нехороший товарищ до гость пришелец пока не впился мы уже конечно скинем надо друзья найти место где присесть отдохнуть разжечь костер лопить чайку с дровами проблем сухостоя мало а в принципе все нибудь распали разожгем вот и посидеть как раз где есть блин куда ни глянь везде ребят черемша такая вообще суперская классная собирайся собирай не хочу просто-напросто ничего вот как вот такую пройти мимо это просто блин сердце не пока не позволяет сердце колотит потом что жалко представляете сколько по тайге по всей ее ребята просто хоть закрытыми глазами иди здесь стояночку организую большую наломаем дрови вкусно разожгем костер перекусим то мы уже сколько в дороге уже наверное больше часа даже больше двух часов так что-то так столько набрал вот второй пакет уже практически сейчас пока спускаемся сейчас перекусим до пока будем спускаться еще надо нашли для в лесу собрали бананы колба бананы климат у нас меняется скоро ананасы пойдут наверно вот сальце поджаривается что там же к жарить вот зажарю в окно аж ротик капает кольная штучка пусть натища сейчас жарим на углях вот так вот хлебушек прям на раскаленных чтобы было вкусно очагался нормально хлебушек горяченький кушаем костер снегом и отправляемся домой взяли птичкам оставляем так ребят нашли небольшую построечку с рук видать был но он до внешних воду да кто-то либо дом был до либо чё-то ну да тут 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 что-то было какая-то дорога даже идет сруб какой-то был или даже изба была скорее всего это была изба сруб конечно уже сгнил все погнило все все погнило да все сгнило жек все погнило костерчик тут кстати костер недавно уже стены прогнили стена 1 полностью забыла кто-то делал не доделал ну большой что-то до 6 на 6 на 2 с половиной на 3 на 3 6 на 3 где-то но все ребята отправляемся домой набрали в общем два пакета черемши колбы сибирской наши медвежьего лука немножко правда собрали немножко собрали но сейчас вот на пирожки сама то ребята нарезаешь можно с яйцом можно стал чоночкой в общем пирожки получаются суперские можно с яйцом жарить окрошечку делать ладно ну а вам чё пожелать ребят только сибирского здоровья всем добра и мирного неба над головой никому не болеть да с днем победы с праздником вас всех в общем увидимся ребят по ходе два час если что-то вдруг найдем интересное то обязательно включимся